Итак, наша задача посмотреть, как я вшиваю замочек потайная молния, которая называется. На самом деле, этот замочек не самый лучший. Посмотрите, какая у него большая закрепка. Вот видите, какая длинная закрепка идет, миллиметров пятен. А самые хорошие молнии, это молнии, которые называются ИКОГО. У меня только одна, к сожалению, осталась. Вот посмотрите, какая закрепка здесь. Вот буквально эта закрепка миллиметра полтора. И у нее очень хорошо вот этот вот желобок открывается, в отличие от обычной молнии дешевой. Это тоже не очень дорогая молния. То, что она ИКОГО написано вот здесь. И-К-К. Я потом вам напишу и покажу это крупными буквами. Вот фирмы, молнии фирмы вот этой вот ИКОГО, пожалуйста, покупайте. И проблем с замочками вы знать не будете, с потайными. Это касается именно потайных вот этих вот молний. Вроде бы они одинаковые, но по закрепке здесь ничего не написано. А здесь написано ИКОГО, две русские, две русские КОГО. Мы это убираем. Работаем вот с этой. Для того, чтобы пришить эту молнию, я всегда шов сметываю. Примерку сделала. Пусть это у меня будет юбка, брюки или что-то еще. Я обязательно этот шовчик снова сметаю, для того, чтобы восстановить нужную нам красивую линию самого шва. Нижнюю часть я всегда прошиваю. Она у меня уже закончена и прошита. То есть, посмотрите, что и обметана. И прошита и обметана. А еще у меня обязательно проклеен вход в молнию, только припуски. Видите, припуски я продублировала, чтобы ткань у меня никуда не кинулась, не была подвижной, чтобы граница была более четкой и чтобы вшивать мне молнию было гораздо легче. Я убираю сейчас и, конечно же, разутюжила. Обметала и разутюжила. Вот так это выглядит на изнанке. Теперь я убираю вот эту нить наметки своей молнии. Вот я ее удалила. Дальше у меня все прошито. И вот в это отверстие я должна вшивать буду вот эту молнию. Если она у вас немножко с запасом, можете делать чуть-чуть с запасом. Так будет даже, пожалуй, удобнее. Но я буду показывать, как я это обычно делаю. Итак, я соображаю, что молния у меня должна пришита быть вот так. Нахожу вот эту вот длинную закрепку. В верхнюю часть у меня будет вшиваться. В верхнюю часть у меня вшивается пояс. На пояс мне надо миллиметров семь. Вот я их отодвинула. Нашла миллиметров семь, сколько мне нужно на пояс. И поэтому я должна приколоть свою молнию, ориентируя ее зубчики на этот сгиб. Сверху от закрепки до среза оставляю 7 миллиметров. Ставлю сюда булавочку. С другой стороны я должна эту историю строго-настрого повторить. Опять зубчики ориентирую на свой сгиб. Я его хорошо вижу. От закрепки до среза у меня осталось 7 миллиметров. И я закрепляю это булавочкой. В любой работе надо предшествовать булавочке. Теперь проверку делаю. Вот так складываю. Смотрю, чтобы мои зубчики были на одном уровне. Чтобы вот это расстояние совпадало. У меня все совпадает. Закрепила две булавочки сверху. Теперь открываю свою молнию побольше. Выкладываю ее вот так вот. И начинаю фиксировать свою молнию к припуску. Так, чтобы зубчики мои ориентировались вот сюда. Делаю это в конце. То есть в том месте, откуда начинается шов. И посмотрите, вот так я выложила. Они у меня одинаковые. Молнию я перед этим поутюжила. А теперь смотрите, какое движение делаю. Двигаю молнию вправо. И она у меня становится чуть больше в длину. Чуть больше. Буквально на весу. На какой на капельку она стала больше. Это мне нужно для того, чтобы потом при стачивании молнии, она все равно подсядет. Чтобы была компенсация. Вот этого, да, подсядет. И то, что я сейчас вытянула, оно станет снова прежней длины. Если этого не сделать, ваша молния может затягивать. Потом я выправляю собачку молнией наверх. И ставлю вторую, третью уже, или даже четвертую булавочку. Вот так. Прикрепила. Потом поворачиваюсь в обратную сторону. Собачка у меня все время наверху. Расстояние от кончика моей собачки до начала шовчика примерно полтора сантиметра. Примерно полтора сантиметра. Пожалуйста, выдерживайте это. Делаю иголочку, сфиксирую. Дальше зубчики молнии с этой стороны опять ориентирую вот так вот на сгиб. Еще одну иголочку ставлю. Если молния у меня длинная, 60 сантиметров, я еще нахожу серединку и ставлю в серединке. Сейчас молния у меня короткая. Она зафиксирована в начале, в конце. И я могу уже приступать к приметыванию этой молнии. Берем иголочку с ниткой, ставим узелочек. Берем в руки только припуск. И начинаем. Вот видите, сложная у меня молния в работе. Нелюбимая, не ико-ко. И поэтому иголочка идет, в нее входит достаточно трудно. Хотя она у меня и достаточно тоненькая. Все время ориентируем зубчики на сгиб. И аккуратно сверху вниз приметываем. Не будем торопиться. Посмотрите, как я буду работать дальше. Стежки могут быть самые разные. Где войдет у вас? Можно наискосочек поставить. Ничего страшного. Дальше мы дошли до нижней части. Начинаем приметывать по ней. Вот так вот приметываем. Наши булавочки нам начинают уже мешать. И мы постепенно их начинаем удалять. Теперь я фиксирую вот эту часть. Приметала. Эту булавочку убрала. Разворачиваясь. Иду в обратную сторону. К другому припуску начинаю крепить. Приметывать свою молнию. Как бы собачку просто обхожу. Как-то много лет назад я посмотрела, как Бурдамоден предлагает это делать. Когда они вот этот шов прошивают во вторую очередь. Сначала молнию, потом шов. Но у меня так не получилось. Мне кажется, это неудобно. Что-то там вручную потом доделывать, подхватывать. Все-таки сначала должен быть прошит шов. А потом уже вверху вы приметываете и пришиваете молнию. Но вот так вот легко, достаточно удобно и спокойно я дохожу до конца. Вторую часть молнии я приметываю уже снизу вверх. Не прерываясь при этом нисколько. И сейчас я уже могу убрать вот эту вот булавочку. И конечно же поставить какую-то закрепочку, чтобы моя история никуда не двигалась. Отрезаем нашу ниточку. Убираем вот эту иголочку. И ни в коем случае, ни в коем случае, сейчас нельзя посмотреть, как получится. То есть нельзя взять за собачку и закрыть свою молнию, чтобы посмотреть, насколько правильно мы ее приметали. Если вы это сделаете, вам придется заново переделывать. Вот именно, посмотрите как. Нужно оставлять вот эту собачку. Она не доходит до начала шва миллиметров 15, да, полтора сантиметра. И вы вот так вот с меточной линией обходите. Затем вам нужно взять вот такую, вот такую лапку. Лапка специальная. Вот здесь у нее два же лапка. Эта лапка называется лапка для притачивания молний. Кто-то пользуется другими лапками, но на мой взгляд это сложнее. Очень легко и удобно пользоваться вот этой. Итак, мы ее ставим на машинку, прикрепляем. Я опускаю иголочку, таким образом ее ориентирую. Видно, Володя, хорошо, вот эту иголку. Чтобы она у меня попадала в серединку. Вот видите, я ее влево двигаю. Теперь моя иголочка ориентируется на серединку вот этого отверстия. Влево, чуть-чуть влево я ее подвинула. Все, подготовились. Так, и начинаем пришивать. Пришиваю я двумя строчками. Первая строчка у меня прокладывается и играет роль сметочной строчки. То есть я ее прошиваю не в желобок, а прошиваю в самый край. Делается это довольно удобно. Дальше собачка меня не пускает или пускает, значит я пройду дальше. Хорошо. Это строчка прошита. Видите, первая строчка у меня пришила мне все в самый дальний край. Как бы я ее приметала покрепче. Ниточки я люблю сразу все удалять, чтобы они мне не мешали. А вот вторая строчка уже будет важная для нас. Мы вот так отодвигаем вот этот желобок. И иголочкой целимся в канавку. Прицелились, опустили лапку, сделали закрепку. И осторожно проходим в саму закрепку на этой молнии. Вот мы ее надевали. Дальше остается только спокойно шить. Пальчиками я придерживаю, чтобы у меня не отогнулись они. И вот смотрите, мы доходим до начала шовчика. Вот он у нас остался. И ни в коем случае его не перекрываем больше, чем на 2 мм. Вот я перекрыла на 2 мм и ухожу назад, как бы сделала закрепку. Вот так у меня получилось. Здесь хорошо видно, что я отодвинулась и сделала закрепку чуть-чуть ниже, буквально на 2 мм. Теперь все повторяем с этой стороны. Опять удаляем нить наметки. Первую мы прошиваем строчку подальше. Так как бы скрепили мы все. И вторую начинаем пришивать уже в желобок. Теперь мы будем открывать этот желобок и двигаться в правую канавку. Так, иголочку опустили. Иначе пришить. И сейчас самое трудное наступает. Нужно вытащить нашу собачку и закрыть молнию. Если вы пришили слишком близко к желобку, значит собачка у вас может не пройти. Сейчас будем смотреть. Придется переделывать. Плохо идет. Вот сюда вот вывела. Будем стараться. О, смотрите, у нас все получилось. Ну вот, такая картина у нас получилась. Осталось нам удалить нить наметки. Если будете раскрывать, она даже не раскрывается. Вот так вот, в общем-то, достаточно быстро можно пришивать. Если молния у вас велика, значит вы ее отрезаете в нужном вам месте. И окантовываете, заканчиваете вот это место, окантовываете какой-то. Вот так это выглядит наизнанке. И вот так это выглядит с лицевой стороны. Давайте откроем, посмотрим. Вот так вот. Мы научились с вами вшивать потайную молнию.